Я шел с Ленинского проспекта по направлению к дому. Оставалось дойти буквально 100 метров и неожиданно из кустов, что называется, на меня выбежали собаки. Алексей Кучерявых до сих пор под впечатлением от случая, который произошел с ним накануне. Свора собак буквально приперла Алексея к стене монастыря. Дело было вечером, звать на помощь бесполезно, бежать некуда. Собаки общим числом около 10 были настроены агрессивно, громко лаяли, пытались укусить. Когда-то меня учили, как защищаться от хулиганов. Если на улице нападают хулиганы, то нужно попытаться пообщаться с ними на их же языке. Начал лаять громко. Собаки испугались меня и все-таки убежали. Нестандартный маневр спас Алексея от тяжелых последствий. Но, как мы убедились, от нападения собак в этом месте города никто не застрахован даже днем. Здесь и сегодня было немало четвероногих без привязи. Нагулявшись у храма, дворняги ныряли на территорию типографии. Полторы тысячи барнаульцев ежегодно кусают бродячие собаки. К сожалению, отлов животных сегодня происходит постфактум, то есть уже после инцидента. Отлов производится подрядной организацией с использованием специальных средств путем применения пульзоноза, заряженных специальными ветеринарными препаратами для обездвиживания животных. То, что вы называете отловом, все-таки это, если своими словами называть, это отстрел, от потравы раньше были. Эксперты в рамках круглого стола сошлись во мнении, что систему работы с бродячими животными надо менять. Во-первых, ловить бродяжек на улицах необходимо до того, когда кто-то пострадал. Во-вторых, пойманные собаки заслуживают, чтобы к ним относились по-человечески. Животных мы с улицы должны убрать. И этим должна заниматься специализированная организация. Для того, чтобы она занималась и изымала животных с улицы, их нужно куда-то привезти. Для этого нужно построить прежде всего нормальный цивилизованный, как его называется, пункт передержки. Сергей Писарев считает, что муниципальные пункты передержки должны будут впоследствии заниматься устройством собак в благотворительные организации типа «Ласки». Только так и при наличии конкуренции между общественными организациями, считая депутат, можно года через два-три полностью очистить город от собак. Общественная организация должна понять, что для нее это бизнес. И она должна пристраивать это животное. Уже в четверг Алтайское Заксобрание намерено закрепить за органами местного самоуправления полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Естественно, новые полномочия бюджет края поддержит финансово. В этом году предусмотрена, согласована, в принципе, на всех уровнях сумма субвенций по всем муниципальным образованиям в размере 8 миллионов рублей. Если проект закона будет одобрен депутатами, он вступит в силу уже с 1 января будущего года. Алексей Янкин, Алексей Фризин, Николай Шелко, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова